Друзья, всем привет! Ну что-то я прям разошелся с домашними влогами Они выходят каждый день Ну текущие пока в ограниченном доступе Но к моменту, когда выйдет этот видос Вы его скорее всего уже видели Но если не видели, то обязательно посмотрите Так сейчас закрою Катю, потому что у нее очень громко работает арригатор Хотел вам показать штуковину, которую я купил на Алике Вот зарядка пошла Видите, да? И здесь у нас сейчас будет передаваться информация То есть время, сколько заряжается Сколько микроампер часов было передано И вот таким образом можно проверить Насколько качественен у вас аккумулятор Я очень хочу полностью разрядить свой телефон И посмотреть состояние батареи Сколько туда максимально микроампер часов влезает Ну и пару человек спрашивали, где я делаю картинки Заметили, что они обновленные Это приложение Figma Здесь все очень просто Выкладываю вот сюда картиночку Стоп-кадра с GoPro Вообще ничего не крашу Ну накладываю какие-то тенюшечки Шрифты Да и в принципе все По-моему получается очень прикольно и лаконично Ну во-первых, доброе утро Во-вторых, у меня сегодня завтрак будет за столом Как у нормального человека Сегодня есть у меня окошко Буквально 50 минут Поэтому мы нормально сможем поесть А я хотел еще чайку Я вижу, он там заварен Можно мне такое? Ладно, потом доем Не позиайся Включим что-нибудь? Да Что хочешь? Не знаю Выделил себе 10 минут Чтобы дойти до озона Рассказывал вам в прошлом влоге То, что взял площадочки для GoPro Две прямые и две дугообразные Катя сегодня не поехала к девчонкам на съемки Потому что сейчас капает дождь Чуть ранее он был крайне сильным Но я не вижу смысла Вы, конечно, сейчас через камеру не видите Но пока дойду до озона Наверняка объектив немножко покроется каплями Ну и в целом по влогам хотел сказать Что да, мне действительно достаточно сложно Сейчас записывать Потому что загрузка очень высокая И когда я заканчиваю работу То потом тут же сажусь за монтаж А это сами понимаете С точки зрения сил И физических и моральных Ну такая сложная задача Но все равно я продолжаю снимать Я надеюсь, вам это нравится В целом такая практика Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что, работает? Работает... Пойдем есть? А я без тебя пойду посмотреть Что у меня там приготовило Буднее айтишника Записываю компьютер и еду О, картошечка печеная Сосисочки Немножко овощей Это, я так полагаю, морс Да Приятного аппетита Сколько у нас времени? Три часа Ну вот, сегодня у меня по питанию Все очень хорошо Вчера я все за компом делал Вообще вылезти не мог Ну мне кажется, подходит Ну-ка надень курточку Завидую тебе Я у компа буду сидеть А кто-то развлекаться Везет А что, нет? Ты же с Санькой сейчас? Да я так прогуляюсь И потом к маме А я сегодня тоже к маме поеду Я же вам рассказывал Что у меня сегодня запись на резину И там две такой резины останемся Завидеть Чего? Идет, идет, нормально, да Или без нее Нет, с ней хорошо Честно, честно Она мне очень нравится А обувь там куча У тебя такая какая-то вечная ролевуха Единственное Может быть кофта другого цвета? Нормально, так я думаю Нет? Ну я тоже одела Может быть обувь другую И кипаль убрать А кофта-то зачем другого цвета? Ну они просто Не, я просто к тому Что они с шапкой Ни одного оттенка Или я что-то не понимаю Нет? Ну ты там говоришь Теплые, нетеплые Холодные тона Ай, они-то теплые Что это, что это Да Но тут дело в другом Я не знаю Подходит все или нет У меня даже на работе Все попроще Мне кажется Это просто черный кросс Я думаю все Ну да Пробуй Не, ну ладно Я не буду в этом участвовать Очень долго Сама решаю Дай хоть потрогай шапочка Прикольно Я вообще из Брянска Мне простите Мне можно все Да Хоть, знаешь, носить кофточки Не знаю Гуччи с разами Где? За 300 рублей Да, за 300 рублей Я могу все что угодно Еще хотел с вами поделиться Такой темой Это игровая приставка Которая называется Ретройт Покет Наверное ее китайцы Изобрели Фиг его знает Купил я ее на Авито Месяц назад Но вам ее не показывал В общем Здесь можно играть 8-битные 16-битные игры Поддерживается даже PlayStation 1 Но почему-то У меня часть игр Тормозит Сейчас их тут Не очень много Давайте вам покажу Не знаю Какой-нибудь Супер Братьев Марио Она быстро загрузится Буквально пару игрушек И как бы все На этом обзор закончится Играть очень удобно Здесь классный дисплей Бегаешь, прыгаешь Вообще класс Хоп Тут единственное Слышите, да? Кнопки немножко тарахтят О, скрежет такой Ну, а что вы хотите? Она недорогая Поэтому Не придираюсь А так, в целом Прикольная тема Давайте выйду И какую-нибудь еще одну запущу Если что, звук тут есть Просто я его выключу Вот тут два динамика Видите, да? Ну, давай уже загружайся Вот Так что тут все отлично Ничего не тормозит Так что, если интересно Посмотрите там в интернете Сколько она стоит Если вдруг новенькую хотите Ну, есть вот Третья версия Это как бы Retroid Pocket 2 Вот А обновленная Она, по-моему PlayStation без проблем тянет Ну, первую Может быть, даже и вторую Ну, и по поводу зимней резины Хочу с вами поделиться Своим отзывом Я вот сейчас Переобуюсь на Michelin X-Size Nord 4 Она, конечно, сейчас Стоит очень дорого 20 тысяч 505 рублей Я ее покупал дешевле Но это было До известных нам событий Резина очень клевая Она не шумная Поэтому Вот прям рекомендую В будущем Буду брать ее Она очень крепкая Куда я только не влетал зимой И все было отлично До этого я брал их Экапеллиту И что только не брал И все равно Были какие-то нарекания А летняя у меня Вот такая Pilot Sport Только не PS3 А какая-то Чуть-чуть попроще Но На будущий сезон Я тоже ее прикуплю Но она тоже не дешевая 24 390 рублей За один баллон То есть 4 штуки Это вы понимаете Просто сотку выкинуть Но опять же Мишленом я очень доволен И очень нравится Мне из летней резины И еще я очень сильно Рекомендую бренд Continental Premium Contact 6 Вот такую я себе брал На Skoda Только у меня 17-е были 14 920 рублей Конечно Сейчас вам это все Не актуально слушать Потому что Ну опять же Летняя резина Ни о чем Но она очень клевая Сегодня смотрел Статистику в ютубе И немножко Меня расстраивает Картина Вот смотрите Я записываю влоги Делаю это достаточно давно Подписчики не растут Причем Когда я выкладываю Видосы То они уменьшаются То есть казалось бы Да Снимаешь Есть рост Не снимаешь Есть падение Поэтому Тот кто меня смотрит И при этом не подписан Подпишитесь Будем какую-то активность Нарабатывать Опять же Я стараюсь Сделать это регулярно Вот сейчас взял себе Экшн камеру Гоупро И ролики выходят Очень и очень быстро То есть вот этот момент Который я прямо сейчас пишу Вы его уже увидите В 10 утра У меня вообще никаких Тормозов в этом плане нет Ну и конечно Пишите комментарии Потому что Мне как автору Приятно Видеть вашу обратную связь Да Там конечно Бывают всякие Пидорасы Которые пишут Полную ерунду И постоянно Стараются оскорбить То есть никакого Конструктива нет Но тем не менее Я срок прислушиваюсь К вашим вопросам И стараюсь на них отвечать Ну и потихоньку Буду уже собираться Потому что В 8.30 у меня Замена колес Тут надо проводочки Всякие Взять Ключи Трусы Носки Штаны Пару маек Ну и конечно Взять свой рабочий компьютер Катя мне тоже Тут оставила Рюкзак У нее там Техника Которая ей потребуется Может быть завтра Потому что на съемку Она сегодня не поехала Ну может перенесут На завтра Или послезавтра Там буду уже смотреть По погоде Да этот влог получился Очень короткий Но опять же Я вам показываю Все как есть Очень много работы И в промежутках Между созвонами Я все равно стараюсь В руки брать камеру И записывать Какие-то микромоменты Так мне надо будет Еще выкинуть мусор Это от пылесоса По которому Катя сделала обзор На нее тоже Обязательно подписывайтесь Ей будет очень приятно У нее уже 1300 подписчиков Но мне хотелось бы Чтобы вы показали Свою мощь И подписались На ее канал Ну и опять же Там ставьте лайки Подписывайтесь Вот это все Стандартная фигня Все И надеюсь Завтра Что-нибудь еще запишу Субтитры сделал DimaTorzok